здравствуйте уважаемые подписчики и просто зрители моего канала предлагаю вашему вниманию ролик который я назвал мать русов богиня слава значит как вы уже знаете есть много версий происхождения слова славяне от слова от славь правь нафь там или или слава давайте мы с вами разберем и возьмем за основу такое понятие что мы произошли от богини славы давайте значит я вам кое-что зачитаю на эту тему и покажу интересную книгу которая подтверждает эту версию значит есть вот такой вот не туда вот такой вот есть сайт и вот такая на этом сайте статья славянские боги матери сва тире слова образ матери сва славы был до сих пор неизвестен вернее настолько забыт что не упоминался ни в одной из существующих ныне древнеславянских летописей не даже в славянском фольклоре и мифологии впервые его приводит велесовая книга и к нашему счастью не в беглом упоминание вскользь а в многократных описаниях и повторениях дает довольно полю полное представление о сущности функциях и даже облике названного божества здесь ребята немного автор ошибается потому что такие ребята книги есть вот одна из этих книг где описывается именно это богиня слава из нее я вам и хочу кое-что зачитать так давайте вернемся матерь сва слава прародительница всех славян причем изначально это была совершенно конкретная женщина матерь слава о которой рассказываются в дощечках 9 а в давние времена был богумир муж славы и имел трех дочерей и двоих сыновей и мать их которые звали славуне заботилась об их потребностях желая выдать дочерей замуж богу богумир отправился на поиски мужей для них в те времена люди еще близко общались с богами и боги часто принимали участие в их судьбе и жизни и вот дочь бог послал богу миру троих небесных вестников утренника полуденника и вечерника за которых вышли замуж дочери богу мира от них произошли племена древлян кривичи и полян а от сыновей северян и русов от сыновей северян и русов как уже отмечалось это были еще времена матриахата эпоха его заката поскольку богу мир назван мужем славуни они наоборот и название племен произошли от имен ее дочерей древо скриво полево они зетей так давайте значит посмотрим о велесовой книге раз она тут вот упоминается велесова книга дощечки из инбека фальсификация сразу вот ребята смотрите фальсификация утверждают созданная в 19 и более вероятно в двадцатом веке и примитивно имитирующая прославянский язык широко используется современными неоязычниками как основания и доказательства современных форм не языческой религиозности текст велесовой книги был впервые опубликован 1950-е годы таким-то таким-то там черт с ними так значит отсюда автор статьи говорит что мы узнали в 1950 году об образе сва или славы где первый раз она упоминается вот в этих велесовой книге теперь ребята давайте я вам из этой интересной книги зачитаю интересные места где как раз таки и упоминается это богиня славы поехали буду читать вам выборочно даст до славы дойду несколько чтобы ролик не затягивать можете сами прочитать эту книгу ссылку я вам оставлю я вам просто зачитаю интересные места так поехали так изъяснения рисунков принадлежащих краму славы российских героев первый рисунок представляет внешний притвор храма слава отдернув за навесу ночи знаменующую мрак давнобытности показывает россию увенчанную киевскими твердынями и да и сидящую на трофеях с лавровой ветвью в деснице яку добычию побед а коих слава трубит в концы вселенная вдали виден царь царь град и врата онова со щитом носящим имя олега со свидетельством торжества российского царства над гореческою империю второй рисунок представляет славянина держащего лавровый венец награду стяженную им за богатырские подвиги и покоящуюся опешись на шар земли украшенной именем россии шлем на голове его и меч на бедре доказывают что он во всякое время готов защищать отечество свое и всегда на страже онова изнеси и изъяснения рисунков принадлежащих картине славянской древности первый рисунок изображает россию венчанную новгородскими башнями сидящую в рунических камнях знаменитую 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 знамену знаменующих ее глубокую древность и твердое основание она держит в одной руке московское отечественное знамя а в другой знамена римская и греческая в доказательность одержанных ею побед над римлянами и греками в протекшие веки близ нее орел с перуном как бы готовые к парению означает быстроту силу неутомимость и превосходство пламенного народного духа поверженный к стопам ее щит с гербами сибирским казанским астраханским доказывают три сильные царства россии россии по свою державу покоренные и скрижали с русскою правдую приложенные колени сия царицы царицы царств знаменующих что и самые древние времена нравы россиян образованы были образованы были которые существовали в россии до рюрика ибо русская правда суть законы старые ярославом возобновленные и дополненные второй рисунок представляет российского геркулес от подавляющего двух змей в колыбели своей чего ради и герб московский на нем изображено изображен или ли в лице его россию во владенчестве бывшую и тогда она пролет преодолевала и покоряла себе нападавших на нее и на племенников что и того более эмблема сия свидетельствует мужества росса который удручен быв никогда напастями изнемогал подобного слабному младенцу но при всем том искоренил вторгшееся в отечество его двух злейших супостатов татары поляков так значит вот эти рисунки ребята кому интересно ссылочку оставляю смотрите читайте интересная книга но сами понимаете цензура здесь он короче как бы официальная версия идет но впереди в перемешку с интересными историческими фактами которые я вам сейчас и зачитаю благословляю вас злачные бригад кроткой эндоманы вам обязан я и приятнейшими часами дней моих во глубине густых рощей осеняющих светистые холмы ваши царствует безмятежная тишина который ни в кое время не нарушалась не нарушал буйный глаз развратной праздности в недрах всего таинственного что такое эндомана река текущая в уезде то есть видите да эндомана конкретно напоминает откуда наши предки пришли так поехали дальше так значит здесь описывается а как они тут путешествовали и перечисляются от констину а константинополя до вавилон странствовал из древнего илона пресловутым фивом и в ученые афины из блага на браноносной спарты к гордым стенам ромулова града отпавший капитолии в пышную константинову столицы а оттуда к мудрым гиперборейцам к мужественным рифатам к оному доблестному славян племени которая владычествовала над странами лежащими между ледяными гор севера и поднебесных хребтов кавказа над странами кои простирались от волн варяжского моря до пучин ексинских от бездных волынских и да вот адриатического понта здесь потомки потомки масоховы ки еще и к их орев созидают первопрестольный град у быстротечного днепра там другое колено славян возлюбят места покоящегося ильменя и тихие струи волхова зиждит славянск из развалинку его возник великий новгород если верить истории тосно тосия знаменитая полночного края эпоха была в начале шестой эпохи мира в те едва памятные годы когда еще дымились останки сокрушенного илеона когда блистал на поверхности земной новосооруженный соломонов храй о храм и когда еще не властвовавший над вселенной рим не храбрая соперники соперница его карфагена даже и причин к происхождению своему не имела вот так вот ребята то есть перевод переводя на русский язык их еще и в помине не было когда уже славянск стоял и здесь вот есть снос очка славянск построен в 3099 году от сотворения мира за 2401 год до рождества христова смотрите подробную летопись от начала россии до полтавской победы изданную в 1798 году николаем львовом так еще самое то интересное ребята все вот это то что он тут написал совпадает с иакимовой летописью именно он описывает как значит а а от сына ноя произошли все народы значит у сына ноя был внук скиф у скифа было пять сыновей рус славян болгар истер и макоман вот такая вот история кому значит интересно читайте и акимову летопись так поехали дальше ну и напоследок о самой славе так ты коего доброгласная лира изумляла весь север своими торжественными звуками неподражаемый ломоносов дай мне дар слова твоего да возвещу о дивном царстве славы да глаз мой подобно твоему сладословию пронесется в века и воспламенит дух прозали прозали ма позднейших потомков казалось мне что я столб на высоченной горе как бы посреди земли морей небес вся вселенная отверста было моему взору ну и здесь значит огромное упоминание ребята об этой самой славе и как бы он рассказывает что прям снился автору вот такой вот сон и это самая богиня царица вот тут обратите внимание так 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 сейчас подождите кое я вверх терялся и вне и в неудоб неудобозримой отдаленности и перее а ним касался земли сходила богиня царица всех времен восхищающую душу ее слава ничто на свете краша величества не привлекательной быть не может ну и так далее кому будет интересно читайте эту интересную книгу ссылку оставляю спасибо за внимание подписывайтесь на канал буду показывать вам много интересных документов до свидания